Сегодня я предлагаю вам проверенный и очень вкусный рецепт довольно-таки популярного блюда. Для начала нам понадобится картофель и морковь. Овощи я уже помыла и очистила. И теперь нам нужно их еще немного подготовить. Картофель нарезаем на небольшие кусочки. Половина успеха в приготовлении этого блюда, конечно же, в самом картофеле. Лучше всего использовать сорта желтого картофеля. Именно с ним получается лучше всего. Теперь морковь тоже нарезаем на средние кусочки. Обязательно рекомендую использовать морковь в этом рецепте. Так получается гораздо вкуснее и, конечно же, полезнее. Высыпаем картофель и морковь в кастрюлю. Заливаем овощи водой. Добавляем соль по вкусу и отправляем на огонь. Будем варить до мягкости всех овощей примерно 40-50 минут. Тем временем делаем начинку. Для этого нам понадобится лук. Одну большую или две средние луковицы нарезаем достаточно мелко. Теперь, нарезая лук, я часто экспериментирую с вашими советами, которые вы мне оставляли в комментариях, чтобы меньше плакать от нарезки лука. Спасибо вам большое за рекомендации. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук. Будем обжаривать до золотистого цвета. А пока подготовим грибы. У меня сегодня шампиньоны. Я их не мою, а просто очищаю кожицу. Если мыть шампиньоны, они вбирают в себя много воды. И потом при приготовлении выделяют много влаги. Поэтому лучше просто очистить грибы от кожицы. Теперь нарезаем на вот такие средние кусочки. Учтите, что при жарке грибы значительно уменьшаются в объеме. Вот так должно получиться. Лук уже готов. Высыпаем в сковородку нарезанные грибы. Хорошо все перемешиваем и обжариваем 10-15 минут до полной готовности грибов. Вот, посмотрите, как должно получиться. Сковородку снимаем с огня и остужаем начинку. За это время овощи уже приготовились. Я уже слила лишнюю жидкость. Нужно теперь вылить абсолютно всю воду и хорошо разминаем все овощи до состояния пюре. Блендер я не рекомендую использовать. Текстура будет неправильной. Вот такое рассыпчатое пюре у нас должно получиться. Даем ему немного остыть. Можно не до конца. Главное, чтобы можно было спокойно брать руками. Теперь в пюре высыпаем муку. Добавляем соль, перец по вкусу. И еще я обязательно добавляю сушеный молотый чеснок для более пикантного вкуса. Хорошо все размешиваем. Пюре не должно быть гладким и эластичным. Муки можно и досыпать. Больше я ничего в тесто не добавляю. Кто-то добавляет яйца, сметану или еще что-то. Для меня все это лишнее. Даже если делаю с разы и не только в пост. В момент замеса теста попробуйте на соль. Может быть нужно будет добавить еще. Далее доску присыпаем мукой и выкладываем немного теста. Обваливаем тесто в муке, формируя вот такую вот небольшую заготовку. Теперь берем заготовку и формируем вот такую вот лепешку. Прямо на ладони. Кладем примерно полторы чайной ложки начинки. И защипываем края. Затем двумя руками формируем сразу. Если шов расходится, немного снова защипываем и формируем. Никакого растительного масла при лепке не используем. Если тесто не формируется, прилипаем. Насыпаем муку на стол и постоянно окунаем руки в муку. Лишнюю муку можно убрать непосредственно перед тем, как выкладывать зразы на сковородку. На раскаленную сковородку наливаем растительное масло. И обжариваем зразы с двух сторон до румяной корочки на среднем огне. Примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые зразы выкладываю на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Посмотрите, какие аппетитные зразы у нас получились. Конечно, рецептов этого блюда много и каждая хозяйка готовит по-своему. Но я очень советую попробовать вам именно этот рецепт. Уверена, он вам точно понравится. Буду ждать ваши отзывы в комментариях. Успехов вам в приготовлении, приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!